История того места, на котором сейчас стоит Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь, уходит в глубь веков. На рубеже первого-второго тысячелетий здесь находилось финно-угорское городище. В начале 13 века это поселение приходит в запустение, а примерно через 300 лет сюда приходят первые монахи-отшельники. Если мы день рождения отмечаем 16 июня 1706 года, начало, так сказать, исторического день рождения Саровского монастыря, то по правде, надо сказать, что монахи пришли значительно раньше, потому что первые писемные источники упоминают этот 1664 год. Монах Феодосий приходит сюда из Пензенского монастыря, хотя где-то в источниках встречается, что он был уроженец села Побра, Нижегородской губернии, но он был монахом Пензенского монастыря, приходит здесь, роет землянку под гору и принимает обед по служительству. Сюда приходят и краснослободские, и снаоксарские монахи. Рассказ о необыкновенном месте услышал и молодой инок Арзамасского-Веденского монастыря Исаакий, впоследствии в схеме Иоанн, будущий основатель Саровского монастыря. Иоанн приходит на Саровскую гору и ставит крест. С этого времени здесь появляется монашеская община. В начале 1706 года Иоанн получил разрешение на строительство церкви. И 29 июня, или 16 июня по старому стилю, 1706 года осветили первый храм Саровской пустыни в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Эта дата считается днем основания Свято-Успенского мужского монастыря. Монастырь, он относительно молодой других монастырей, но он настолько был таким вот настоящим и таким вот славным, что даже отсюда в другие монастыри потом призывали в настоятеля монахов Саровской пустыни и скажут о Сарове. О Саров, ты колыбели Академию Монашества. Более 40 монахов уходят в другие монастыри России в настоятеля, совершенно в разные места, в разные епархии. Вторым по счету воздвигли пещерный храм. Когда молва Саровской обители распространилась по всей России, появилась и поговорка «Если ты суров, иди в Саров». Из этого монастыря вышли такие прославленные старцы, как Назарий Валаамский, Марк Молчальник, Серафим Саровский. Последней постройкой монастырского комплекса был храм Серафима Саровского. В 1897 году началось строительство храма над кельей, тогда еще не прославленного в лике святых и романаха Серафима. В июне 1903 года состоялось освящение храма. На следующий же день после канонизации Серафима Саровского. Старец Серафим был похоронен у южной стены, алтарной стеной Успенского собора. Ну а 70 лет после смерти он будет канонизирован, мощем будет извлечены. И потом вот крестным ходом, у нас есть такие литографии 1903 года, где Николай II, его братья, дяди, великие князья несут мощи старца Серафима крестным ходом вокруг Успенского собора. И мощи будут помещены уже в Успенском соборе находиться. В период советской власти в 1953 или в 1954 году церковь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» взорвали. Был уничтожен и Успенский собор. И уже в наше время, в 2006 году, по инициативе патриарха Алексия II, начинается возрождение Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.